Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Что нужно делать биткоин-холдерам перед сегодняшней встречей ФРС, о которой я уже несколько дней говорю? Мы уже подходим к этой точке. Так как нужно действовать наперёд? Что собирается делать Джером Паул? А также покажу тебе один сигнал, который рассказывает нам что-то о биткоине в ближайшее время. Об этом и другом поговорим прямо сейчас. И как всегда, подпишись на канал, если ты тут впервые. Здесь мы каждый день говорим о мире криптовалюты. Также не забудь поддержать видео лайком. Это очень помогает каналу. Давай наберём хотя бы 8000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Давай для начала посмотрим, что было с биткоином перед прошлой встречей в декабре 2021 года. Мы видим, что перед этой встречей биткоин начал хорошо восстанавливаться после вот этого падения. Однако после встречи мы увидели большое движение вниз. Сейчас мы видим, что биткоин хорошо растёт перед встречей и уже вырос почти на 5000 долларов. И хотя наша стратегия делать всё не так, как делает толпа, и усредняться по доллару, это ещё не показатель. Настоящий тест для цены биткоина будет уже во время встречи ФРС и после неё. Что интересно, в этот момент NASDAQ внезапно падает. NASDAQ синий график, а жёлтый график биткоин. Как ты видишь, биткоин растёт, а NASDAQ падает. Хотя до этого времени они постоянно коррелировали, и мы об этом говорили. Значит ли это, что инвесторы, желающие продать, уже продали все биткоины, что раньше были куплены? А значит, биткоин таки нашёл своё дно около 33 тысяч долларов. На что, кстати говоря, указывает индикатор Pure Multiple, который почти показал нам сигнал на разворот. Как ты видишь, у нас ещё есть место для небольшого падения. Но как только эта белая линия пересечёт зелёную, исторически это означало разворот цены биткоина. Об этом мы тоже говорили. Кроме этого, если ты помнишь, 34 тысячи долларов – это та самая красная цена для майнеров. Если цена биткоина ниже 34 тысяч долларов, майнеры работают в убыток. Падение ниже 33 мы увидели, но капитуляции майнеров нет. И сейчас они снова работают в плюс при цене биткоинов 37 с половиной тысяч долларов. Вся ончейн-метрика, которую мы рассматривали раньше, показывает, что биткоин перепродан. Также я уверен, что сегодняшнее заявление Джерома Паула не будет настолько плохим, как все думают. Почему? Об этом я говорил в прошлом видео. Если не видел, посмотри. Ссылка на него будет в описании. Все думали, что это будет разрушительное заявление, и Джером Пауел должен быть жестким. Но все индикаторы, которые я освещал на этом канале, показывают, что экономика далеко не так сильна, как ФРС предполагала. И я уверен, они сами это понимают и сами это признают сегодня на встрече. Так что, может быть, они немного отступят от жестокой монетарной политики и найдут золотую середину. Если это случится, мы увидим значительное ралли на рынках, в том числе и на биткоине. Это объявление случится в 2 часа дня по вашингтонскому времени, то есть уже где-то через 2-3 часа. Есть еще хорошие новости. Компании продолжают отчитываться о доходности за 4 квартал 2021 года. И Майкрософт сообщила об огромных прибылях. Но больше всего на рынок повлияло даже не это, а то, что эта прибыль значительно превысила прогнозы. Мы ожидаем отчет от Теслы, который в случае такого же успеха, как у Майкрософт, может подкинуть техноакции в небо. А за ними и биткоин подтянется, так как он коррелирует с этими рынками. У Теслы, кстати, в 2021 году не было особых проблем с поставками чипов для автомобилей, как, например, у других производителей автомобилей. Кроме этого, спрос на автомобили Тесла бьет рекорды, так что компании даже пришлось увеличить производство своих автомобилей в 3,5 раза. Но вернемся к предстоящему собранию ФРС. Что делать биткоин-холдерам в преддверии этого события? У нас есть три варианта. Первый. Продолжать держать те монеты, которые у нас есть. Это не самый плохой вариант на длинной дистанции. Второй вариант. Сейчас ты удивишься, но все же ты можешь продать, но частично. Совсем немного, только для того, чтобы у тебя был кэш. В случае, если после объявления ФРС биткоин таки упадет, тогда будет возможность докупиться. У тебя будут на это деньги. Это тоже неплохой вариант. Но ни в коем случае нельзя продавать вообще все, как некоторые известные медийные персоны, которые сделали именно это. Например, Мит Кевин, у которого почти 2 миллиона подписчиков. Или Грахам Стефан, у которого 4 миллиона скоро подписчиков. Или же Битбой, у которого полтора миллиона подписчиков. Если ты продашь полностью, а после объявления ФРС США биткоин рванет вверх, угадай что? Все эти люди будут покупать на росте. И скорее всего их побреют. Скорее всего этот рост может оказаться ловушкой как раз таки для таких людей, которые продали все. Если ты консервативен и хочешь максимально перестраховаться, чтобы и на падении не потерять и рост не пропустить, второй вариант продать частично идеален. Он и оставляет тебя в рынке и дает тебе какое-то количество денег, чтобы купить возможное падение после объявления ФС США. Итак, либо держим, либо продаем частично, чтобы иметь кэш для покупки возможной просадки. Либо продаем. Три варианта действий на выбор. Ты можешь сказать, что если ты держишь, то тоже рискуешь потерять много денег на возможном падении. Но дело в том, что во-первых, ты не теряешь, пока не продаешь. А во-вторых, долгосрочная перспектива для биткоина это в 100% случаев цена восстанавливается. За уже почти 5 лет в рынке я в этом убедился не раз на собственном опыте, который в начале первые 3 года был супер кровавым и супер болезненным. Я не сдался лишь потому, что очень сильно в это верю. А теперь я хочу показать тебе очень интересный график и о чем он говорит нам, если речь идет про биткоин. Здесь мы видим процентные ставки бессрочных фьючерсных контрактов на биткоин. Простыми словами они обозначают то, как дорого обходится держать фьючерсный контракт. Обычно, если эти ставки находятся ниже нуля, это значит, что на рынке не так уж и много людей, которые в данный момент используют кредитную торговлю. И обычно это значит, что все ликвидации лангистов и шортистов закончены, ликвидировать больше некого. А это значит, а это в свою очередь значит, что биткоин готов к прыжку. Если мы посмотрим в прошлые разы, когда эти ставки падали ниже нуля, то мы увидим, что это были моменты, когда цена биткоина разворачивалась. Это были те точки, где биткоин находил свое дно. И прямо сейчас ставки тоже становятся негативными. Это очень хороший сигнал на то, что биткоин будет расти. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было для тебя интересным или полезным, не забудь поставить лайк, а также подпишись на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями и комментируйте обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»